Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ваши воспоминания о детстве будут согреты теплом сердец ваших родителей, ваших наставников, взрослых людей, которые, конечно же, по своему статусу обязаны это детство оберегать. Но вы знаете, что сейчас, освободившись от школы, впереди вас ждет три замечательных летних месяца. Постарайтесь их провести с пользой для себя и для дела. Развивайтесь, участвуйте в различных конкурсах, ходите на занятия в пришкольные лагеря, посещайте все зоны активности, которые у нас будут работать на территории города Лабытнанги. На протяжении всего дня ведущими фестиваля Лабытнанги «Адрес детства» были сами же дети. Они желали своим сверстникам отлично провести летний сезон, а радовать зрителей на сцену выходили детские коллективы. Лабада, хип-поп и хаус, бачата, электроданк, ла-менко и джаз модерн, между нами ни границ, ни стен. И головы нам кружит, этот нереальный бит, планета не спит, не ест, вперед, поколение джаз. Нас не остановят, ноуэй, нас трени ловит диджей, плюс терной крови джаз-сей. 1 июня – это еще и время, когда подводят итоги учебного года. В Лабытнанге очень много талантливых ребят, музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют город на окружных и всероссийских состязаниях. На главной сцене города начальник управления образования Людмила Муратова вручала юным лабытнанцам дипломы и призы за их успехи. Это диплом победителя окружного социально-патриотического конкурса, посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана по страницам той истории. И Кристина, ученица первой школы, награждается за работу «Горькая память о афганской войне». Причем награждается не только грамотой, но и замечательным ценным подарком. Затем началось настоящее веселье, которое так нравится детворе. Сладкие угощения, игры и конкурсы, ростовые куклы и заводные аниматоры создавали праздничное настроение. Причем поймать волну позитива смогли как дети, так и взрослые. Я хочу пожелать детям в этот день провести лето очень продуктивно, очень хорошо, ярко, весело, чтобы оно запомнилось. По соседству в парке «Юбилейный» тоже был слышен детский задорный смех. Здесь в каждом его уголке были развернуты площадки для развлечений. Сотрудники библиотечной системы приглашали лабутнанцев поучаствовать в викторине. А чтобы каникулы не были скучными, они презентовали книги на любой детский вкус. Сегодня у нас замечательный праздник, День защиты детей. И одновременно праздник лета, праздник солнышка. В общем, самый светлый день. И очень хочется, чтобы на лицах детей сегодня были самые радостные, самые замечательные улыбки. Поэтому мы, работники библиотеки, решили подарить им такой замечательный праздник. Вот так вот нарядившись в костюмы героев, сказки, приключения Незнайки и его друзей. Я профессор Звездочкин. Для наших маленьких друзей у нас сегодня викторины, вопросы, ответы, загадки, сладкие призы. Всех мы еще приглашаем на литературную ночь, которая состоится 6 июня. Вот, раздаем вот такие вот приглашения. Рады всем малышам. Рядом юные мастера изготавливают сувениры своими руками. Для этого есть все необходимое. Цветная бумага, клей и фантазия. Я люблю технологию в школе и должна получиться у меня птичка, как у всех. Это легко и это будет красиво. Я выбрала крылья красными, а вроде бы птичку розовую. Может быть, ты ее кому-то подаришь? Да. Я подарю своей учительнице. Сделать праздник ярче помогли художники. После нескольких движений кисточкой дети превращаются в волшебных фей, храброго человека-паука и пушистых кошек. А еще в первый день лета вместе с детьми отправился в свое путешествие паровозик из Ромашково. Для любителей домашних животных работала зооплощадка «Давай дружить». Некоммерческая организация «Ковчег» организовала фотозону с собаками. Здесь два щенка радовали детей и взрослых. Желающие могли сделать фото на память и оставить благотворительный взнос на содержание животных в приюте. Сегодня мы представляем акцию под названием «Давай дружить». Она направлена на привлечение внимания к проблемам бездомных животных. Также мы хотим, чтобы дети пообщались со щенками. Сделали красивое фото и ушли с хорошим настроением домой. Не остался в стороне и Центр детского творчества. Для юных лабутнанцев сотрудники организовали квест. Там, на неведомых дорожках. Часть парка, где собраны герои сказок, стал символичным местом его проведения. Для прохождения квеста ребятам предстояло посетить восемь испытательных площадок. Сказки знаете? Да! Вот сейчас мы проверим. Мы похохочем, вы не знаете ничего. Отгадать нужно, какая сказка. Парень свет в любимой печке, за водой поплелся к речке. Щуку в проруби поймал и с тех пор забот не знал. Сказка почти. А парня зовут? Емеля. Емеля. Молодцы. Игра, созданная по мотивам русских народных сказок. Во время квеста дети разгадывали имена героев, таких как Баба-Яга, Буратино, Кощей Бессмертный. А еще вспоминали названия любимых сказок, отвечали на вопросы Блиц-турнира. И даже летали на метле. За каждое выполненное задание участники квеста получали слова, зашифрованные фразы. Сказка ложь, а в ней намек, добрый молод самурок. Где эта фраза? В какой сказке есть? Сказка о золотом петушке. Вы отлично справились с заданием. Мы вам желаем добрых, интересных, веселых, сказочных каникул. Читайте сказки и приходите на неведомые дорожки в парк юбилейный. Местом притяжения для мальчиков стала площадка запуска квадрокоптера. Давай, давай. А тебя и так поднимаешься. А тебе самое сложно оттеть сюда. А надо будет все это не надо. Такие гонки в нашем городе проводились впервые. Это небольшие летательные аппараты, которыми можно управлять с земли при помощи пульта. Участники должны были продемонстрировать свое мастерство владения этим беспилотником. От простого к сложному. Сначала пролететь по прямой траектории, затем облететь вешки змейкой и через кольца завершить свою гонку. Научиться этому непросто. Главное регулярно брать в руки пульт управления и тренировать свои навыки, говорит участник гонки. Получается очень интересно и захватывающе. Управляет летательным аппаратом Евгений Стрельников. У него полет не всегда идеальный. Бывают и падения. Такие турниры особенно привлекают мальчишек. Мы с братом и дедушкой так учились. Я просто уже умела. Я много раз такое запускала у друга. И вот сам научился. Дедушка мне на Новый год подарил. И вот я научился так. Хочется, чтобы почаще было, чтобы можно было тренироваться, соревноваться. И просто весело проводить время. Евгений мечтает стать профессиональным квадрогонщиком. Ведь это динамичный вид спорта. С 2017 года он стал официальным. Есть в нем даже разряды и звания. А вот автогонщиком можно было почувствовать себя на другой площадке. Здесь для любителей радиоуправляемых машинок устроились соревнования. К этому увлечению в основном присоединились папы и их сыновья. Ему нравится это просто. И вот поддерживаем. Детей всегда надо поддерживать. Чтобы они в дальнейшем... Хочет гонщиком стать. Будем стараться как-то его мотивировать, так сказать. Лёва, правда, что ты хочешь стать гонщиком? Да. Скажи, а какие машины тебе нравятся? Гоночные. У тебя много их уже дома? Ну, как бы миллион уже. Ну, а скажи, турнир пройти на машинке получилось? Ну, керри он, пытаюсь объезжать, учусь. В парке юбилейные организаторы подготовили мероприятия для разных возрастов. И каждый смог найти себе увлечение по душе. У кого-то на память о празднике останется приобретенный сувенир, а у других – незабываемые эмоции. Зарядиться позитивом помогли детворе и волонтеры. Добродело. Для мальчишек и девчонок они приготовили караоке и задавали ритм на танцевальной площадке. Настроение отличное. Мы сегодня проводим игровую программу для деток. И очень весело нам. То есть сами же дети стали организаторами своего же праздника? Да, мы волонтерское объединение «Доброделы». И мы сделали такой вот праздник для деток с призами. Как настроение сегодня? Огонь! Самое лучшее настроение. Отмечаем, развлекаем детей. С веселым, ярким таким, жизнерадостным. Несмотря на то, что солнышко выглядывает изредка. Настроение прекрасное. Погода хорошее. Лето на дворе. Очень интересно тут. Много чего. Я тут везде поучаствую. Тут очень интересно. А где получается? Вот сейчас тут будет еще караок и микс. Я делала птичку. Делала грим. Загадки разгадывала. Книжку читала. И здесь. Очень интересно. Еще и собаточкам помогала. Солнце из ладошек. Лучше всех на свете. Посмотрите, люди. Это наши дети. Детство – удивительная пора в жизни каждого человека. Яркий и прекрасный мир полон красок. Впечатлений и верой в то, что все мечты исполнимы. А этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. В первую очередь, конечно же, это любовь к детям. Это уважение их прав, их мнения. И вообще, День защиты детей, я думаю, зависит в целом от настроения, климата в семье. Дети – это наше все. Это наше будущее. Это то, ради чего стоит жить. И несмотря на наши суровые погодные условия, на наш климат, все равно мы должны создавать им праздник, чтобы они радовались. Имитация боевых действий проходит на Большом стадионе «Арктика». На поле две команды. У каждого бластер-автомат, стреляющий безопасным инфракрасным лучом. И датчик, который фиксирует попадание противника. Мигнули лампочки трижды – ты условно убит. На победу претендовали 19 команд, состоящих из трех человек. На каждый бой отводили три минуты. За игроками зорко следил Юрий Игумнов, главный судья соревнований. Он же и инициатор турнира по лазертагу. Ребятам видно, что понравилось. Ребята хорошо побегали, поиграли. На тему того, кто победил, в старшей возрастной группе уже победители определились. А младшая возрастная группа сейчас пока еще доигрывает. Турниры, безусловно, еще будут, пока не ляжет снег. Раз в месяц мы планируем проводить такого плана турниры. Опять же, для всех желающих. Поэтому все, кто желает, могут приходить. Это все для молодежи, абсолютно бесплатно. Сценарий соревнований – захват контрольных точек. Борьба за первое место шла с переменным успехом. Игра «Лазертаг» достаточно новая, поэтому многие игроки впервые держали автомат. Первый раз мы не выбирали тактику. Просто проверяли, и там мы уже проиграли. Во второй раз была тактика. Я стоял на защите, как снайпер. Ну, прикрывал своих союзников. Артем Самолик – это же был у нас нападающий, или же контрольный уже. Он стоял посередине именно поля и отстреливал тоже противников, то есть держал их. Он, конечно, не отстреливал их, но держал позицию. Противники не могли двинуться с места. Я рад, что в «Лабыднанге» появился «Лазертаг» все-таки. Я в первый раз здесь. Это очень классная игра, отличная здесь. Каникулы – как раз самое время играть на улице. Как вариант стать участником игры «Лазертаг», ощутить себя в роли настоящего военного. Тем более, что турниры планируют организовывать все лето и осень до первого снегопада. Калейдоскоп событий закрутился на стадионе «Старт». Здесь для юных лабыднанцев провели физкультурный праздник. Ребятам предстояло проявить себя в игровых видах спорта. Хоккеисты проверили свои навыки владения клюшкой на траве. Велосипедисты выполняли различные трюки. Кто-то запускал воздушного змея, кому-то приглянулась скакалка, а другие были увлечены стритболом. Мы играем в свое удовольствие. Очень интересно, очень захватывающе, со своими друзьями побегать на площадку. Очень здорово, что есть такое место. Сегодня первый день летних каникул. Поэтому мы ребятишкам нашим лабыднанским хотели подарить вот такой праздник. Как мы в свое время ждали позаниматься, побегать в футбол, волейбол, баскетбол, на беговых дорожках. Сегодня мы предложили еще и уличные шахматы, решение задач, этюдов, веселые старты. Совместное управление образованием. До сих пор проходит лазертак, который тоже... Наши хоккеисты потихоньку после хоккея на траве перешли сюда, потому что это командная игра, им это показалось интересным. Они играют друг против друга, это тоже классно. Одним словом, мы хотели с коллегами с образования сделать такой праздник активности, оторвать людей из квартир, от телевизоров, от гаджетов и подышать свежим воздухом. На свежем воздухе для творческих ребят проведен был мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков. Лучшие были запущены в небо. Так вот. И вот у нас получается такой вид самолетика бумажного, которую вы, в принципе, никогда не видели. Вот. Забыхтай! Ура! Лабытанги – город детства. И по этому адресу проживают самые активные эрудированные творческие и спортивные дети. Так что первый день лета этим мальчишкам и девчонкам запомнится надолго – яркими красками творческого фестиваля. Особенным этот день выдался и для семьи Смирновых. В Лабытанге они стали первыми получателями приданного для новорожденного. В роддоме прошла торжественная церемония с ручением подарочной коробки малышу Ямала от губернатора округа Дмитрия Артюхова. Почетную миссию выполнила глава администрации города Марина Трескова. Безусловно, это счастье для родителей иметь наследие, продолжатели рода. Представьте, что этот человечек пойдет по вашим стопам. Он будет окружен материнской лаской, отцовской заботой. Но вместе с тем сфера демографии для государства – это сфера пристального внимания. Главный виновник торжества – новорожденный Глеб. Он второй ребенок в семье Смирновых. Счастливая супружеская пара Ирина и Максим принимают горячие поздравления с рождением сына. Мы искренне поздравляем вас с рождением ребенка. Ведь это самое яркое и запоминающееся событие в жизни каждой семьи. Это огромное счастье и большая ответственность. Это бесценный подарок судьбы. Все необходимое малышу в первые месяцы жизни правительство округа уже приготовило. Большие коробки весом 9 килограммов с набором детских вещей теперь вручают во всех родильных отделениях округа. Основное условие получения подарка – на момент рождения ребенка хотя бы один из родителей должен постоянно проживать в регионе. Подходит как прописка, так и временная регистрация. К такому повороту событий папа Максим, по его словам, оказался не готов. Он переполнен радостью от рождения сына. А тут еще малышу большое приданное дают бесплатно. Это очень крутой подарок. И, между прочим, много полезных вещей там собрано. На этом приятные сюрпризы для четы Смирновых не закончились. Сотрудники ЗАГСа в стенах роддома провели торжественную регистрацию рождения их малыша. В этом году в здании родильного дома города Лобот-Нанге – это первая регистрация. Нам очень приятно, что это в день, международный день защиты детей, конечно же, проходит. Ну и приурочено это к вручению подарков, которые будут вручаться теперь в роддоме каждому родившемуся в городе Лобот-Нанге. С новорожденным младенцем и большим подарком супруги Смирновы отправились в новый этап своей семейной жизни. Сотрудники культурной сферы постарались сделать этот миг для них незабываемым. Музыка, цветы, ростовые куклы и воздушные шары. На одном из них счастливые родители написали имя своего сына. Новорожденный Глеб Смирнов стал 95-м уроженцем города Лобот-Нанге в этом году. Он будет расти на радость маме и папе, а родители подарят ему по-настоящему счастливое детство. А главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитывать детей порядочными, умными и образованными. И делать при этом все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт во взрослую жизнь. Музыка